Продолжение следует... Лукас, я вижу, что враг испытывает нас. Хватит ли нам решимости? Отправьте меня назад, я его найду. Клянусь! Тиран умрет в назидание остальным. Они должны знать, что мы сильны. Мы это докажем. Мы отправим тебя как беженца. Твоя легенда депортация. На той стороне свяжешься с информатором по кличке Зевс. Он наведет тебя на Тирана. Найди его. И убей. А потом доберись до зоны эвакуации. Нам выпал редкостный шанс, Лукас. Шанс убедить всех и каждого, что мы правы. Ты видел этих людей. Все они звери. Угроза реальна. Угроза уже не на той стороне. Она пришла сюда. В наш дом. Мы защитим себя. Любой ценой. Актеры. Некоторые переигрывают, некоторые не доигрывают. На общем качестве игры это, конечно, не сказывается. Но тем не менее, все же, вокализаторы. И пономаль. Этого дня мы ждем от вас упорного труда и самопожертвования. Да. Офигеть. И как только Хелгасты вообще умудряются. Та же самая планета. Век-то. Но на этой территории всегда темно. Всегда пасмурно. Всегда какой-то дождь идет. Вообще, в плане дизайна Хелгаста и все, что с ними связано, это реально очень круто. То есть, так подумать, они стали уже своеобразной визитной карточкой консоли Sony. Наравне с Нейтаном Дрейком. Эти их светящиеся глаза. А как увидишь, сразу думаешь. О, знакомые люди. А наша работа требует от нас жертв. Да, печально тут все. Чекпоинт. Я думаю, куда мы идем? А вот мы пришли уже. Так, кошке я больше не позволю тебе отключать всякие провода, поэтому иди на пол. Что за КПП? Я надеюсь, мы его без проблем пройдем. У нас же все схвачено, верно? С такого места и не денешься никуда. Назад ты не пойдешь, сразу подозрение. В комментариях кто-то написал, а почему у хелгастов глаза светятся? Типа, это же демаскирует их. Вообще маски их и вот этот вот свет в глазах, это стало уже предметом своеобразного культа, предметом гордости, я не знаю. Они уже маски, для них это реально обязательный элемент одежды. Как напоминание о том, что вообще с ними произошло, через что они прошли и реально как символ. То есть маски они, несмотря на то, что на векте можно... Кошки, ну на мать. Не думайте, она не убилась, я кидаю на ноги там, снимаю с этой. Вот это реально страшно. Даже представить страшно, подумай, да? Жена в одну сторону, а муж в другую. Не факт, что они когда-нибудь еще вообще в жизни увидятся. На. Так, я что-то волноваться начинаю. Данных недостаточно. Ошибка опознания. Пожалуйста, повторите. Победите. Так, спокойно. Улыбаемся. Дышим спокойно. Здравствуйте. Так столько, что... Что мне прям реально не по себе. Хорошо проходим. Вроде все нормально. Воу-воу-воу. Тихо-тихо, спокойно. Никаких резких движений. Офигеть, это что это? Это как поезд такой, что ли? Блин, я обожаю технику хилгаста. Вообще их стиль и вот этот гигантизм, брутальность всего этого, угловатость. Здравствуйте, я просто прохожу мимо. И потом, а что тут происходит? Хоть я и понимаю, конечно, что... Я спецагент, я на задании. Там не все равно как Тачкова. Слишком места какое-то. Воу! Так, спокойно. Спокойно, уважаемый. Хорошо, я понял. Здравствуйте, офицер. Я могу пройти? Ну, судя по всему, могу. Ладно. Не будем привлекать излишнее внимание. Смотри, они нас как скота везут, да? Ладно, хоть битком не набивают вагоны, как фашисты в свое время. Вообще, заметили, насколько стилистически хилгасты напоминают одновременно фашистов германских и Красная Армия по стилистике. Так, ладно, что я делаю? Похоже, стою и жду, пока мне дадут применить эту ее пушку. А, да. Все, товарищи, приехали. Так, надо, надо что-то... Надо. Давай, тихо. Спокойный парень. Вот так. Спать. Куда нам теперь идти? Так, куда угодно. Бегите. Не идите за мной. Я сам по себе. Тень 1-8. Поезд пропал у нас с экранов, просто выпал из сети хилгастов. Ясно. Да. Где сейчас, Зерц? Без изменений. Последний раз выходил на связь из 47-го района. Он где-то в жилой зоне. Вас понял. Пошла пакетная передача. Принимай информацию о задании. Перехожу, ближе, пройдем молчание. Все получил. Буду держать вас в курсе. Конец связи. Я где-то, наверное, часа 4 не играл с момента записи предыдущей серии и реально уже успел отвыкнуть от этого геймпада. То есть, я чувствую, я к нему буду долго привыкать. Поэтому, если сейчас буду подтупливать, я половину действий забыл, как они делаются, то извините меня. Ну, конечно же, на самом деле все будет хорошо. Не волновайтесь. Так, хорошо. Что-то как-то тут пустовато. Хеллгасты все, до чего дотянутся, превратят в техногенный пейзаж. То есть, транспаранты огромные кругом, трущобы огромное количество... Ого. Техногенных сооружений. Так, ребяки, у вас тут не многовато ли? Постараемся не палиться, но, судя по всему, не получится. Спокойно. Главное не паниковать. Что-то пошло не так, по-моему. Хотя, на самом деле, у нас были варианты. Противника, огонь! Прикройте огнем! Продвигайтесь к его позиции! Всем спать. Потому что... Работает, спись, нас! Так, хорошо. Куда мне идти? О, вязали. Так, ну тут тревога, я так понимаю, тут по-другому пройти нельзя было. Газета. Хорошо, давайте почитаем. Ну, как почитаем? То есть, почитаем на паузе. И я на паузе, и вы на паузе. Потом мне расскажете, что там было, я вам расскажу. Все, как всегда. Хорошо. Усядемся поудобнее. И нам, по-моему, в эту сторону. Да. Можно еще туда было бы пойти, но, как вы помните из предыдущих серий, когда я ходил не туда, получалось много всего интересного. Но в итоге мне приходилось по два раза одну и ту же локацию. Так, кстати говоря. Одну локацию по два раза проходить. Потому что сначала я туда шел из интереса, а потом меня туда направляли по заданию. Так что, ну, уж не надо, лучше идти туда, куда говорят тебе идти. Хорошо. Тревоги нет. Кулемет. Я, конечно, не люблю пулеметов в таких играх. Пистолет-пулемет как-то меня больше выручал. Не знаю. Давайте попробуем. Очень удобно. Все наши мысли о веках и жертвах этого ужарного людей. Это подложка в локацию для всех нас. Мы нас здесь. Вроде спокойно. Где все, в общем? Как-то здесь безлюдненькое. Ну-ка. Ага, офигеть, безлюдненькое. Вы славы, не векам. Ну что? Так, тихо. Валюсь. Повышенно-мобильный сотрудник охраны. Понимаешь. Повышенно-мобильный. Здравствуй. Прощай. Повышенно-мобильный. Надо было ножик кинуть. Но больше не надо. У нас нет выбора. Находите дальше. Пока что-то не изменится, а измените. В зависимости от той страницы уходит. Может только одна вещь. Ага. Только одна. Сейчас будет громкое палево. Потому что у меня выбора нет. Таскать трупы-то я не могу. Ты. Так. Досье на тирана Владка. Родился сразу после окончания Тарацита. Понял. Ну, читаем все на паузе. Просто сейчас такое дело. Я не хочу с темпа сбиваться. Уважаемый. Приятных снов. Вот так и живем. И не говори. Если он тебя не перехвалил, ты должен это услышать. Мне пришлось уйти. Из-за происшествия с поездом все занервничали. Я оставил свои координаты. Торопись, я не буду ждать вечно. Не, пулемет это не мое. Для меня это слишком громоздко. Вот. Моя пушка. Так. Девушка, вы не ошиблись в комнате? На всем! Как я узнаю, что ты в порядке? Рассредоточьтесь! Обыщите свой секта! Одиночно! Атакуй врага! Здравствуй! До свидания! Блин, я страшный человек. Иногда. Ого! Это тут все время было? Ладно. Все. Спать. А, это от меня свет. Я думаю, сверху надо мной кто-то ходит. Испугался бы. Ага. Угу. Так, хорошо. Мне нужно двигаться куда-то обратно, да? Да. 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 Нет, все-таки, все-таки вот это. Что-то Адрианин мне практически... Там автоответчик. Ты где? Ты добралась до медцентра в 47-м? Визари, конечно, ведьма, но хоть клиники открыла. В общем, позвони, как получишь мое сообщение. И это... Надеюсь, ты не пошла опять к своему бывшему. Я говорил, что не потерплю этого. Ладно. Надеюсь, ты в порядке. Мне очень нравится, что здесь часть звука вынесли на геймпад. Это тупо, но именно этим и прикольно. Ну, как бы, необязательная совершенно вещь. Фича. Но позволяет так показать конкурентам язык и сказать, а у нас... О, она что есть. Видите, таки... О, окей. Мы это на Wii U полгода назад сделали. Я ищу Зевса. Имя. Таркелла. Сюда. Живо. Так. Лысый. Лысый в платье. Нашел ведь что-то. Раз ты здесь. Ну, может, то, что я превосходная машина для убийств, и мы все... Хорош гнать. Где он? Эй, тихо. Денис. Видишь, башня? Твой тиран окопался внизу. Съедешь на контейнере вниз. Каньон. Я так скажу. Дело табак. Туда зайдешь, обратно не выйдешь. За мной скоро придут. У них база данных на той платформе. Съедешь, я попробую уйти. Ты у меня в долгу. Постараюсь. Все, что есть. Бери, что хочешь. Так. Е и Д. То есть, Д это дополнительное. Давайте-ка мы сходим сначала на дополнительное. Потому что это реально вроде как интересно. Ну, то есть... Не то, что интересно. Нужно сделать, а то чувака за метод. С превеликим трудом залез. Чтобы стать сильными, надо работать. А работа тоже требуется. Спартанцы! Хороший. Хороший голос. Мне нравится. Так. Нам... Еще 80 метров. Мы отсюда пройдем? Нет вообще? По-моему, пройдем. Пустовата локация, на самом деле. Потому что могли бы сделать гораздо больше людей. И не таких людей, как тут ходят. Болванчики какие-то с абсолютно пустыми глазами. А реально людей. Так. Вы грузчики, что ли? Как? 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 Вы поняли, нет? Меня же вообще не видно было. Я за стеной был. Господи. Подумаешь, проблем-то. Пододевался. Я не понял. Или может быть... А, может быть она закричал. Ты закричала, что ли? Слышь? Предупреди, народ! Или ты закричал. Вы все в каких-то тогах. По-моему, не поймешь. Мужчины, женщины, прически одинаковые. Короче говоря, от крика они, похоже, тут переполошились. Либо, я не знаю, либо закричал. Второй вариант, кстати, мне кажется, более вероятным. Так, ну пойдем посмотрим. Листья. Что? Как... Как вы меня видите? Ну, развернись. Или ко мне сюда иди. Лянусь, там точно что-то было. Голико не отходи. Будь на чеку. Чуть я даже не знаю, как вам подступиться. Чтобы так, наверняка. У нас проблема! Я выпускаю его! О-о-о! Это мне понравилось. Так. Вот так. Отлично. Хорошо, я надеюсь, они обойти меня тут не могут. Будем сидеть, как мышка внаряд. Подушайте его! Я потерял цель! Вы его видите! Надо его дойти! Хорошо. Хорошо. Никто не спустит сюда. Место такое не самое удачное для атаки было. Молодцы, чё. Продумали. Я могу эти штуки ломать? Помню. Блин. Мне неспокойно будет, если позади меня будет такое количество народа. Пройти я к ним, походу, могу только одним путем. Пойду-ка я их убью все. Что у тебя там? Нет, все чисто. Чисто, говоришь. Ох, это ерунда просто отвлекает. Я робота хочу призвать, а он не призывается. Так, всё. Или ещё кто есть? Танчики. Выключи какая-то штука. А-то сейчас ещё набежит. Хорош. Молодчиночка. Так, ну и давайте осмотримся, что тут есть. Возможно, мы подберём что-то интересное. Какое-нибудь досье или комикс там, или ещё что-то в этом духе. Понятное дело, что с моей внимательностью это не особо хорошо получится. Ну, то есть... Я опять хрен знает, сколько не спал. Но, тем не менее, стараемся найти. Чё это? Это офицер Драга. Стандартное время... 7.00. Округ 47. Провожу допрос подозреваемого. Дельта 2-9-85. Обвиняется в шпионаже. Прошу. Мне нужен врач. Меня как-то допрашивал хилгаста-штурмовика. Вот это был реально крутой мужик. Четыре раза ранен. Пол лица кровавой миссии. В одного глаза нет. Зрелище то ещё. При этом боевых наград у него было не исчез. Таких у нас были единицы. Он был настоящим героем, но, видать, взорвался. Решил, что никто ему не указ. Вот я и обратил на него внимание. И вот что скажу. С твёрджи него я никого не встречал. Но продержался он у меня. Ровно две минуты и три секунды. А ты ему и в подмётки не годишься. И я тебя не пугаю. Это голые факты. Я просто не хочу, чтобы ты усложнял жизнь. А по-моему... Я же всё сказал. Прошу. Умоляю. Не надо. Прекращай. Не могу смотреть, как ты унижаешься. Меня от этого тошнит. Так вот. Я буду с тобой откровенен. И я хочу, чтобы ты чётко понимал. Тебе будет очень, очень больно. Стоп. Нет. Я не знаю имени. Ах. Твою связную тебя был. Что ж, это уже прогресс. Жаль, что небольшой. И что уже поздновато. А теперь я покажу тебе, что я сделал с ним бойцом, чтобы он сразу раскололся. Я не знаю, что ты справишься. Я твой должник. Короче говоря... Сделали это дело. Ладно. Пойдём по основному заданию. Не знаю. Вот это вот такая игра, в которой в первую очередь доставляет именно геймплей. Интересно стрелять врагов. Важное качество для любого шутка. Call of Duty, допустим. Мне нравятся скрипты, нравятся зарисовки. Стрелять мне там настолько уже неинтересно. Я не знаю. Со времён Modern Warfare. Поначалу вставляла, но пятый или шестой год подряд уже как-то не то. И в комментариях там защитники Call of Duty, как обычно... Вот, Артур ругает Call of Duty. Позвольте заметить, Call of Duty мне нравится больше, чем Battlefield. Мне они обе, в принципе, не сильно нравятся на данный момент. Но обе их я с большим интересом проходил в своё время. Battlefield 3, допустим, и Call of Duty первые части. Просто сейчас реально за них, а они флагманами являются, индустрия двигается в каком-то непонятном направлении. То есть жанр развивается как-то... Я бы даже не сказал, что он развивается. Хорошо, мы сможем тут пройти? Нет. Вот трос. Казалось бы, да? Трос у нас есть, но... Мы не можем воспользоваться. Это странно. Трос вообще как-то странно работает. Хорошо, осталось понять, как мне туда попасть. Отсюда, что ли? Здесь вообще не удивляйтесь, что так я блуждаю. И другие говорят, что блуждают. Огромные локации без каких-либо вообще маркеров. Ну, то есть есть маркер, куда нужно идти, но при этом... Как туда добраться, через что пройти... Такого нет. Заблудиться очень легко. Так, и так кнопка нажимается. Наслушался ты всяких критиков, помешанных ключов и заговор. И я тебе так скажу, неотграведничайся со всеми модлянами. Я-то лап, а вот кто другой нанесет. Он меня вверх не дал. Че, увидели меня? Хорошо. Меня еще ни в одной игре не замечали, когда я сидел в вентиляции. Это уже навыки просто отработанные. Ладно. Хорошо. Надо запомнить, в этой игре... Если ты в вентиляции, то тебя видно. Это хорошо, просто это непривычно. Так, сейчас слепящую пушечку эту. Давай, давай. Он своего подлечил. Стреляешь из этой пушки и ничего не вижу. Опять недобитый. Смотри какой. Борис Кренко побежит. Во-во-во-во-во-во-во-во. Так, вот это было... Ожидаемо плохо. Ожидаемо плохо. Ожидаемо плохо. Ожидаемо плохо. с вами только так похоже да блин эти парни с дробовиками дадут нам просраться еще больше количества сложная игра мне нравится все еще кто есть чей потери моя находка нет который все таки самая на кур на сказать было довольно печально тут все эти пейзажи давай ломаю жену была ошибка дай вам ли сообщение смотрю хотя все нормально пушка похоже так просто не прошибешь больше ничего хорошего вроде да ты посмотри как лупит блин я думала не так сильно будет убивать меня скатопаза ладно сейчас патронов возьму сейчас подружим его подожди или здесь дробовик на блин как тебя пройти теперь снизу обойти можно же вроде бы что-то большие сомнения на этот счет потому что снизу мы здесь до снизу мы здесь были так что придется идти обратно сейчас и подниматься на попробуем помучить или что-то мучить особо не получается хорошо просто очень долго стрелять надо я уже думал там полная броня дробовик что-то как-то такая локация честно говоря очень-очень пустая перехвате скребе это словах только звучит так короче говоря они могли наполнить деталями эту локацию тогда было бы гораздо веселее ну что ж до свидания подожди в лук я их все время путаю нет лучше кайзер лучше с этим побегу они похожи какие-то у них все заметили да то есть стилистически прямо вообще один в один сейчас вот игра напоминает киллзом 2 от киллзом 2 вся такая то есть серая невзрачная какая-то но по меркам надо же по сегодняшним меркам очень красивая и на мой взгляд киллзом 2 чисто графически выглядит даже лучше чем киллзом 3 киллзом 3 лица какие-то такие упрощенные мало полигональные текстуры хуже все из-за увлечения sony на тот момент 3d то есть она все игры 3d пихала это очень сказалось на картинке в целом то есть отдельные элементы надо упростить чтобы они работали и с обычной графикой и среды графики 3d графика это одно изображение два раза надо рендерить одновременно то есть два раза больше нагрузки на систему то же самое с анчарте это 18 ты меня слышишь прием зевс ответь прием второй третий анчарте выглядит примерно одинаково и кажется что в принципе разницы никакой она на деле если присмотреться то вторая часть выглядит лучше чем третье чисто по количеству полигонов там допустим проводили сравнение как там хлоя выглядит в третью второй части второе намного более она выпуклая если вы понимаете о чем я хорошо куда еду ну то есть я знаю куда еду но офигеть welcome to the real world я знаю английский ужасен не мою мишу звали бы водка на сей окей это то что я думаю трос и сейчас опять я цели сюда он прицепится куда-нибудь краю и мы улетим вообще без у нас нет надо же я миссер не доверяю я не доверяю этого ублюдку так ну что неужели нет на книжечке и учет в этом духе зато есть две сковородки представляете так вот жить да с утра просыпаешься сходил сюда вот по маленькому и на работу потрачить где ничь в шахте и трусит добывать романтик свежий воздух и опять же пипец как они тут живут это же просто пипец это даже не трущобы это примерно то примерно то что в какие условия я помещал если играл в игру sims помещал своего сиба то есть строил ему тупо стену около нее стоял кровать чтобы он мог спать и доводил до полного измождения мучил вас пострашно девочки играют чтобы создать уникальную семью я играл там чтобы просто поржать очень много положительных эмоций дала мне эта игра так ладно что-то меня куда-то не туда принесло опять на тросе окей а ворота поймали ну вот дурацкий неужели он и правда думал что просяк какое-то экранирование что ли все все поняли без слов да смотрите парни я опасен могу вспомнить это даже в глаза боится смотреть не мог могли что-нибудь с лицами сделать это же пипец и закрыли ты а с той стороны закрыли ты что-то делаешь хочет мне не нравится это движок и что за звуки не хорошие какие-то и для себя домой иди женщина жену успокой мрачноватое зрелище отлично еще хорошие новости нас ждут сегодня такое ощущение что нас ведут куда-то да то есть двери за нами закрывают без полета с грохтом не блин до чего красиво игра все опять же не технологически технологически она очень неплохая ну на данный момент но не более она именно в плане смысла красивые досье досье на на штаб-квартиру весей то есть иса как было в английской версии айсей по моему или айсей надо через с полом пишется 12 метров почти пришли а тут что это черная рука раньше здесь вообще не было видать к ним присоединилась местное ополчение я слышал что все округа к востоку от нас теперь за него вязали теряет контроль скоро тиран подомнет под себя всех военачальников и ополчение заодно ну и хорошо пусть сунутся за стену там их и порежат внутренняя грызня идет так окей пришли по сути то этот тип он стоит перед вами потому что украл кое-что нечто что было не его убрать плохо вару я брат ты крадешь у всех нас простите простите я найду те клянусь откуда стреляют не хочу в гражданский попасть да и вон нафиг сейчас у вас будет много убитых сейчас у вас будет много убитых порш suffered заходите с фланга молодцы я смотрел придется прячешься так же все публичная казнь значит на самом деле не надо лучше не надо адреналин хорошо черные руки ну что давайте на этом наверно прекратим в следующей серии продолжим продвигаться я так чувстве у нас еще довольно много здесь придется бегать прежде чем мы сможем блин пропускаю подуставший не знаю сегодня самого начала понял продвигайтесь и докладывайте оболчаться становится все больше и повсюду эмблемы черной короче говоря продолжим пробираться по этим трущобам следующей серии по сути вот сейчас стало довольно интересным это место потому что появились какие-то детали появились какие-то события а то что происходило вначале то что мы там бегали по этим совершенно пустым локациям это было довольно странно но может не успели доделать кончу когда уже сдавали игру к выпуску консоли выглядит по крайней мере недоделанном непропеченным как говорится но тем не менее все равно было интересно и вот сейчас реально стало интересно очень так что увидимся в следующей серии спасибо что смотрели с вами был артур всего хорошего пока 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 а а